В Великом Устюге накануне зажглась главная елка России, после чего началось большое путешествие Деда Мороза по стране. Киров стал первым городом, который посетил главный российский волшебник. Репортаж Миланы Поварницыной. Волшебный посох, с помощью которого Дедушка Морозит. Красный нос, белые волосы и длинная седая борода. Таким представляется детям и взрослым Дедушка Мороз. Приходит он в гости только к тем, кто хорошо себя вел весь год и непременно приносит новогодние подарки. Также с ним всегда его внучка Снегурочка. Мы с Дедушкой Морозом сейчас ездили по городу. Я показывала, как у нас город улучшается и изменяется. Показывала мы наши улочки. Очень понравилось Дедушке Морозу. Вот приехали сюда поздравить ребят с наступающим Новым годом. Таким заправдовским волшебником он и предстал перед юными кировчанами. Дети хотели узнать о нем абсолютно все. Чем занимается лето? Какая самая заветная мечта? Сколько ему лет? И когда Дедушка Мороз празднует день рождения? А самые продвинутые дети даже поинтересовались маркой телефона и любимой радиостанцией. И на любой самый каверзный вопрос он отвечал доброй шуткой. Во Франции Дед Мороз хорошим детям дарит сладкие подарки. А розы тем, кто не слушается. А как вы наказываете прокатиков? Мальчикам дарю куклы, а девочкам машинки. Родина Деда Мороза находится в живописном Сосновом Бару, недалеко от города Великий Устюг. В Тереме есть музей, где хранятся подарки. Всего комнат 12 по числу месяцев. Как оказалось, Деда Мороза часто навещают коллеги, в том числе и Санта-Клаус. Санта-Клаус каждый год 18 ноября приезжает ко мне на день рождения. А вот в рамках своего новогоднего путешествия я обязательно заезжаю к нему в гости. И мы поздравляем финских детишек тоже с наступающим Новым годом. У кудесника много помощников, благодаря которым 1 января каждый ребенок находит под елкой подарок. У него есть и самые настоящие олени в упряжке. Одно из любимых занятий дедушки – порыбачить на пруду, где водятся карпы и осетры. Кухню, как пристало российскому Деду Морозу, он предпочитает русскую. А вот образование доброму волшебнику он считает ни к чему. Дед Мороз, а ты ходил в школу? Ну, честно скажу, не пришлось мне в школу-то ходить. Но вам советую хорошо учиться, потому что когда я был маленьким, тогда и школы-то не было. Дети порадовали дедушку не только своей любознательностью, но и самодельными подарками. В ответ дедушка пожелал, чтобы они всегда были радостные, веселые и с хорошим настроением. Для него это самое важное. И, конечно, добрые помыслы и желания. Очень люблю, когда дети просят здоровья взрослым, благополучия семьям своим. Вот эти письма, они самые душевные. В начале дед Мороз ответил на вопросы кировских ребятишек, а потом побывал на елке главы города для одаренных детей. С помощью волшебства и поддержки зрителей он зажег праздничную елку в филармонии. И поприветствовал юных гостей вместе с главой города перед началом спектакля «Щелкунчик». Несмотря на то, что на улице очень холодно, но вот сейчас мы поговорили, дедушка Мороз обещает, что уже к новогодним праздникам, к концу недели, будет потеплее. А сегодня я от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого доброго, успехов. Спектакль «Щелкунчик» стал ярким новогодним подарком для маленьких ценителей искусства. Теперь праздничное настроение детям обеспечено надолго. Но главным открытием для них так и остался сам Дедушка Мороз, который ознаменовал своим приездом начало новогодних праздников. И в сердце каждого ребенка он зародил надежду на долгожданное чудо, ведь он самый настоящий добрый волшебник. У него и Снегурочка, это Снегурочка, это дочка его шнея. Что он рисует на окна узоры. Он может прям нескольким, то десяткам, то миллионам раздать столько много подарков. И как ему это удается? Это его секрет. Милана Поварницына, Денис Тружков, Вести, Кировская область.